Приветствую вас, друзья мои. Сегодня мы совершим с вами небольшое путешествие в Неаполь. В начале июня я ездила в Неаполь, и вот сейчас у меня появилось немного времени, чтобы обработать видео и загрузить его на канал. Знаю, знаю, что вы давно его уже ждете. Наш шестой вагон. Выезжаем из Рима. Время, когда у меня есть взрослые звуки, в котором мы получили, как обычные сигары, что мы получили, как обычные сигары, активность и эффективность оттенковых обществов. Спасибо за поддержку и приятный приятный. Возвращение на боях италюн 8191. До Роматерми, Тур, Тур, Калабриа, Централь. Трэн будет остановиться в Наполи-Централье, Салерно, Агрополи-Кастеллабаде. Валло-Дела-Луканя, Castelnуово, Сатри, Пауна, Ла-Мензия Терми Централе, Вибо-Валензия, Питсо, Росарно, Villa Сан-Гиовани, Регио-Calабрия Централе. В этой поездке у меня было запланировано посетить костыль Сант-Эльмо, чертоза де Сан-Мартино, монастырь Святого Мартина и посетить художественный музей в Неаполе Капо-де-Монте. В этом небольшом видео мы пройдем с вами по замку Сант-Эльмо и заглянем в монастырь Святого Мартина. А про музей Капо-де-Монте я расскажу вам в одном из следующих видео. От снятого материала у меня очень много, я даже не успеваю его обрабатывать и выкладывать на канал. Замок Святого Эльма – это средневековый замок, он расположен на холме Вомеро. От названия холма и район получил свое название. С этого холма можно любоваться прекрасными видами на Неаполь. Если смотреть на холм со стороны города, то выделяются два здания. Это замок Святого Эльма и монастырь Святого Мартина. Первый перекликается с средневековым стилем, а второй – с барокко. В прошлой моей поездке в марте в Неаполь я любовалась холмом с города. И уже тогда запланировала подняться наверх и полюбоваться на Неаполь именно с этого холма. И вот сейчас моя маленькая мечта осуществилась. Я на холме и иду в замок Святого Эльма. Для тех, кто не видел мое видео из прошлой поездки в Неаполь, я прикреплю ссылку на видео. Посмотрите, кому интересно. Кстати, у меня на канале накопилось уже столько интересных видео. Если вы попали на мой канал первый раз, то вы можете задержаться здесь надолго. Каждый раз будете открывать для себя что-то новое и интересное. Приятного вам просмотра, дорогие друзья! Итак, сегодня мы пройдем по замку Святого Эльма и по монастырю Святого Мартина. Дорогие друзья, давайте вместе откроем их двери и узнаем больше об их истории. Благодаря своему своеобразному расположению, замок Святого Эльма является одним из самых лучших мест, откуда можно полюбоваться великолепными видами на Неаполь. Ух, аж дух захватывает от видов. Любое с такими прекрасными видами, можно задержаться здесь надолго. Кроме того, из-за своих огромных размеров, замок смотрится не как замок, а как труднодоступная крепость, на которую без чувства страха смотреть невозможно. Когда я увидела этот замок, я была просто поражена его размером и сразу представила замок Святого Ангела, который находится в Риме. Он, по сравнению с этим замком, смотрится игрушечным, а ведь папы считали замок Святого Ангела своей крепостью. Сейчас мы любуемся прекрасными видами замка, но здесь на самом деле происходили страшные события. И сейчас мы пересказываем истории и легенды, которые происходили в этом замке. И одну из этих историй я вам сейчас расскажу. Этот замок был тюрьмой для многих, в том числе и для Томмазо Кампанелло, философа, которого обвинили в ересе в 1604 году. Доминиканский монах был заперт в замке. Философу создали жизнь, которая была хуже смерти. Его охраняли солдаты днем и ночью. 23 крутые ступени вели на дно ямы, где должны были заживо сгноить философа и бунтаря. Его бросили в глубокое подземелье, куда никогда не проникал свет. А во время дождей это подземелье заливало водой. Пол был земляным, вода долго не впитывалась в глиняную почву, и Кампанелло подолгу находился в воде. Когда шли дожди, можно было представить, как было ему тяжело. Вода бежала не только по стенам, но и текла с потолка. И это еще не все. Его также держали на голодном пайке. Один раз в день приносили немного еды. В своей камере он сидел один, к нему никого не пускали, и часто он находился в полной темноте. Удивительно, но он выжил. Как это остается загадкой? Откуда у него брались силы, чтобы выдержать эти нечеловеческие мучения? Жизнь для него всегда была борьбой. Он размышлял о своей судьбе, о судьбе других людей. У него даже хватило сил в таких условиях написать несколько произведений и стихов. Надзирателям было приказано следить, чтобы для заключенного была полностью исключена всякая возможность писать. Но пока он был жив, никто не мог отнять у него возможность мыслить. Он сочинял в уме страницу за страницей своей книги. Мечтал, когда выйдет на свободу, обязательно запишет все на бумаге. Это были тяжелые условия жизни. Он постоянно находился в темноте, камера была часто заполнена водой. Он был обессиленным и голодным. Но у него была феноменальная память и огромная сила воли, которая помогла ему выжить. Кампанелло не боялся умереть. Единственное, переживал, что он сделал слишком мало и не сказал все, что хотел. Сколько бы он протянул в этих условиях? Думаю, недолго. И Кампанелло начал думать, как выбраться из этой адской ямы. Для того, чтобы вырваться из этой тюрьмы, он решил применить любые хитрости. Он пытался добиться встречи с влиятельными людьми. Хотел поделиться секретами, как в несколько раз увеличить доход казны, как управлять королевством. Но его так и не захотели выслушать. Шли долгие месяцы в заточении. И где-то через 10 месяцев Кампанелло обратился с жалобой, которая была написана в Большом письме папе Павлу V. Он жаловался, что над ним издеваются и не хотят его выслушать. Он написал, что его оклеветали враги. Он пытался заинтересовать папу и кардиналов своими философскими мыслями. Обещал, что за короткий срок напишет книги, которые принесут всему христианскому миру пользу. Он подскажет, каким образом можно обратить в христианскую веру евреев и мусульман. Но этими мыслями он поделится только с теми людьми, которые его освободят из тюрьмы. Письмо осталось без ответа. И власти замка опять запретили ему писать. Но, как всегда, в политических играх требовались умные люди. А знания этого еретика были поистине бесценны. И нашлись, наконец-то, люди, которым стал полезен философ. Сначала хитростью они заполучили рукописи Кампанеллы и обещали его освободить. Но всячески тянули, объясняя, что возникло множество причин, по которым пока невозможно вытащить его из тюрьмы. Но они даже не хлопотали об его освобождении. Это была хитрость – заполучить рукописи философа и выдавать их за свои. Но, несмотря на это, все-таки нашлись люди, которые прислушались к обещаниям узника и решили им воспользоваться. Борьба за жизнь этого человека продолжалась. И только через три года и восемь месяцев его увезли в другую тюрьму. А подземелье, в котором он сидел здесь, в этом замке, отныне навсегда стало называться Ямой Кампанеллы. К сожалению, в этот день, когда я была в замке, музеи, а в том числе и Яма Кампанеллы, были закрыты. В самом замке сейчас находятся офисы. В течение летних месяцев здесь проводят кинофестивали, театрализованные представления, концерты. И мало кто из присутствующих вспоминает про тяжелую судьбу философа Кампанеллы, который был брошен в Яму и который всеми силами боролся за жизнь. Наблюдательный пункт часовых. Внутри наблюдательный пункт украшен мозаикой. Приблизительно здесь находятся 9000 керамических плиток. Продолжение следует... Продолжение следует... Такие странные часы в этом замке. Как будто они сошли с ума. На самом деле на часах нет стрелок, которые отмеряют секунды, минуты и часы. На этих часах три лезвия ножа, которые отмечают прошлое, настоящее и будущее. Часы идут одновременно по часовой и против часовой стрелки, точно так же, как время в памяти. Давайте еще немного полюбуемся видами из замка и пойдем дальше. Это видимо, когда-то был туалет. Продолжение следует... 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 Я уже нахожусь в монастыре Святого Мартина и прохожу по великолепной церкви, которая поражает своей красотой. Церковь состоит из одного нефа с восьмью боковыми часовнями, внутренние убранства, как живопись, так и скульптуры были созданы между XVI и XVIII веками. Это одна из самых красивых и важных церквей в городе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Меня очень поразил мраморный пол. Он был сделан по проекту Фанзаго Очень сильное впечатление на меня произвела эта церковь. Монастырь был построен на этом холме в начале XIV века. В течение веков здание много раз меняло свой стиль. Сначала был готический стиль, а потом в XVI-XVII веке здание полностью перестроили. В XIX веке монастырь Чертоза был закрыт. Религиозный орден покинул это здание. В настоящее время в бывших монашеских керьях расположены экспонаты Национального музея Сан-Мартино. Давайте пройдем по залам. Великолепные парадные кареты XVIII века. Давайте рассмотрим их в деталях. Ведь детали иногда бывают такими интересными и забавными. Великолепные парадные кареты. Здесь более 5 лет. Продолжение следует... 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 На полу косая линия с бронзовыми полосками. Там очень много астрологических и географических сведений. Созвездия, изображенные на полу. Полная функция солнечных часов осуществлялась с помощью зеркал, которые были расположены на крыше зданий напротив библиотеки. Этот музей славится своим великолепным вертепом, который хочется рассмотреть в деталях, и я вам его сейчас покажу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok